Твоя следующая цель – это гора Килимаджар. Иван, можно уже так летки пить? Каждое движение – боль уже. Это самое сложное восхождение. 50% альпинистов не доходят до вершины. Безумно будет приятно почитать, как вы нас поддерживаете, переживаете. Еще чуть-чуть, и мы просто здесь откинемся. Я тут укусил, да? То есть, если кусает, то все. Убираешь, да? Ребят, поддержка очень нужна, потому что так высоко мы еще не забирались, и флаг лига не был так высоко. Привет всем, ребят, это Дима Масленько. Что ж, Леш, честно говоря, ты уже все всем доказал. Ты уже побывал на вершине Эльбруса, покорил базовый лагерь Эвереста. Но, знаешь, я люблю играть по-круппу. Более 30% людей, которые выходят до вершины, не доходят. Мне кажется, следующая твоя цель – это покорение 7 вершин, 7 материков. Самое главное не путать с континентами. Континентов 6, материков 7. Или я что-то путаю. Цель нашего проекта – 7 вершин. Зайти на самые высокие точки каждого континента нашей планеты. Это Азия, Европа, Австралия, Африка, Северная Америка, Южная Америка и Антарктида. Пока что из этого списка ты смог взобраться только на Эльбрус. Но твоя следующая цель – это гора Килимаджара, Африка. Ее высота составляет 5 895 метров. Я просто боюсь представить, что будет дальше на следующих высотах. Там настолько холодно, что на самом жарком континенте в мире. Там постоянно на вершине находится ледник. Мне кажется, все это надо увидеть собственными глазами. И ты прямо сейчас отправляешься в Африка. Почему никто не снимал так круто восхождение на Килимаджаро? Ты посмотри, какая красота. Самое главное – я зачту тебе Килимаджаро, если на вершине этой горы появится флаг Лигии. Все максимально просто. Леша, Африка, тебя зови. Мы собрали все вещи и практически скоро уже вылетаем на Килимаджаро. И самое главное – сколько я вешаю перед этим походом? 88 килограммов 600 граммов я вешаю перед восхождением на Килимаджаро. В конце ролика я также взвешусь. И просто максимально интересно, насколько я похудею, точно похудею, точно не поправлюсь. Итак, 12.24, аэропорт Нуково. Мы начинаем поездку на Килимаджаро. Погнали! У меня эмоции переполняют. Прикинь, что начали? Это вторая вершина, вторая часть света. То есть Европа у нас уже есть Эльбрус. Высота 5.642, сейчас Африка. Уже сегодня ночью мы окажемся в Танзании, и наш путь начнется. Килимаджаро – это единственное место, это единственная точка, где в Африке есть снег. То есть там настолько уже высоко, что несмотря на то, что это гора рядом с экватором, там есть присутствие снега. Как это вообще в Африке можно найти снег? Приключения начинаются. Друзья, подпишитесь на канал, потому что мы идем к 5 миллионам. Как вы видите, мы действительно делаем контент все круче. Поэтому для нас это будет огромная мотивация. Ну а для вас, конечно же, мы будем делать такой контент, который нет вообще на российском языке. Каждый раз задавайте вопрос, что двигает человек? Спасибо большое, спасибо большое. Все, направляемся, путешествуем. Ну что, первая остановка есть – Стамбул, 2 часа пересадки. И после этого мы летим в Стамбул-Килимаджаро 7 часов 55 минут. Всего наш путь занимать будет ровно 12 часов 50 минут. Вот столько времени нам потребуется, чтобы долететь до самой высокой точки Африке. Больше всего мне нравится, что написано Килимаджаро. Это настолько круто выглядит Килимаджаро. Очень круто. Я не думал, что на билете прямо написано. Нам осталось лететь вот столько, вот просто вот столько. И здесь мы окажемся совсем скоро. Реально самый крутейший маршрут, который я видел в горах – это Килимаджаро. Наконец-таки мы билетели. Bye! Даже ночью так комфортно. Мне очень нравится Танзаня. Наконец-то все. Мы получили визу. Виза, к слову, стоила 50 долларов над человеком. Наш багаж. Все, наверное, такие, когда начали смотреть ролик. Где гид, где гид? Иоан нас здесь уже ждет. Вот он стоит. Здравствуйте. 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 Встречаемся? Встречаемся с Иоаном. Мы только в разных частях света. Да, вас видимся. Меня зовут Иоанн, я гид команды Алексея Столярова. Иоанн, а высота какая завтра? Мы стартуем с 1700, не помню. 11 км в гору, в джунгли, обезьяны, дикие мамбы. А мамбы – это кто? Это самая опасная змея в мире. Процент выживаемости – 0%. Если обычный человек, то не в теме альпинизма, загуглит Килиманджаро, сложен ли маршрут, ему практически везде будет информация, что гора не требует специальной подготовки, что она легкая. Но, а как же статистика? Более 30% людей, которые выходят до вершины, не доходят до конца пути и разворачиваются. Это говорит о том, что люди недооценивают гору. Единственное, что может спасти жизнь. Вот это единственная вещь, да? Самое счастье – это отеки головного мозга, легких, если еще не подготовлен. Но это же не мы, да, Иван? У нас уже, как бы, вообще-то у нас уже две горы за плечами. 4,10. 4,10. График немного такой. 4 часа отдохнуть. Суровый. 4 часа отдохнуть и на гору. Ух, я отпугался, я подумал, что one bag, one bag, one bag. Две кровати, чтобы поспать на них. 3 часа 45 минут поспать. Пока темно, не можем вам показать вид из окна. Я вижу, что рядом уже стройка, но завтра с утра мы вам покажем. Я думаю, очень красивый вид, такой африканский именно. Завтра будет очень сложный день и увидимся завтра. Такого режима реально еще никогда не было. Все, спокойной ночи. Доброе утро. Ну что, вы готовы видеть Танзания? Там уже утро. Вот она, красотка. Это Танзания. Сейчас мы чуть-чуть придем в себя. Мы буквально 4 часа спали и отправляемся в город. Обменивать валюту, покупать местные сим-карты, потому что интернет максимально низкий. И после этого сразу отправляемся в национальный парк под ножью Килиманджаро. В Африке ты себя максимально чувствуешь некомфортно от того, что все афроамериканцы и европейской внешности другого цвета кожи. Просто очень мало людей, и из-за этого ты прям чувствуешь себя немного неловко. Привет, как дела? Леша, очень приятно. Это Дима мой оператор. Я тоже не знаю. Ты с вами идешь? Конечно. Да? Иван уже рассказал, благодаря тебе у нас лучше все получается. Градная северка, да? Да. Очень приятно. Меня зовут Ясин Яшим Абрахамани Джай. Я знаю русский язык, потому что я уже учился в России. А когда я приехал в Россию, я ничего не знаю. Русский это было очень сложно. Сейчас я думаю, это 50 или 70% я знаю русский язык, потому что русский язык это самый сложный язык в мире. Первый раз вижу такое, чтобы купить сим-карту в Танзании, нужно... Отпечаток пальца, да, нужен? Да. То есть без отпечатка не получишь лучше? А мой отпечаток нужен? Нет, сейчас нет. Сейчас я судя. Ты все отпечатки оставил, да? Ты берешь ответственность за нас, да? Ясин крутой парень. Спасибо большое. Брат, ты крутой. Танзании, мы сейчас собираемся уже выезжать на Килиманджаро. Я такой подхожу, у меня, естественно, розетка европейская, я такой, не вставляется. Иван, пожалуйста, помогите нам, Иван. Да, есть ручка. Так. Мы ее разбираем. Ребят, это просто лайфхак, который обязательно всем понадобится. Тыкаешь ее сюда. Верхнюю. Так, тыкаешь. И все. И телефон заряжается. Кстати, это Роман, фотограф. Он тоже с нами будет на восхождении. Ладно, а мы ждем наш автобус. Нам час ехать до национального парка, откуда и начнется наш великолепный маршрут на Килиманджаро. Когда мы были в Непале, Алексей озвучил цель, что планируется совершить восхождение на 70 чащих вершин мира. Я очень рад быть в команде. Поэтому одна из задач сейчас – зайти на Килиманджаро. Потому что, если мы не восходим на Килиманджаро, то речи о другой горе просто быть не может. Это наш автобус. Со всеми поздоровались. Эти все люди идут с нами. Абортеров в такое большое количество нужно просто это правило. По закону нацпарка. По закону нацпарка мы должны дать работу людям. Самое дорогое, что было, это Перми. Пропуск, грубо говоря, на вход в национальный парк и разрешение на восхождение Килиманджаро – 850 долларов на человека. На троих, у меня Иоанна и Диму, нашего замечательного оператора, вышло 2550 долларов. В конце этого ролика мы расскажем, сколько мы в итоге потратили. Я решил сделать этот проект, потому что подписчикам, мне кажется, должно понравиться. Они должны увидеть эти все горы из разных стран, разной высоты, разной сложности. И, конечно же, в конце Эверест. Эверест как финальный такой высказательный знак будет в этом проекте с 7 вершин. Ну а пока только вторая вершина – это Килиманджаро. Надеюсь, у нас получится. Мне кажется, что зайти на 5 895 – это уже очень высоко. Это правда уже выше, чем на 200 с лишним метров, чем Эльбрус. У нас появилась еще одна миссия – это помочь Ясину взять и на вершину, потому что в тот раз он не дошел 100 метров. Ты не дошел до вершины? И он молчит, молчит. 100 метров. Стоп, ты не был на вершине Килиманджаро? Да, конечно. Не был. Ты пойдешь? Я подумаю. В смысле подумать? Ты точно идешь? Ты точно идешь? Мы тебя не возьмем с собой, если ты не пойдешь. Мы были там, на Стэйла Пойнте. Учить нехорошо, и поэтому я вернусь. Но сейчас я думаю, я буду закончить. Да, конечно. Раши team. Реально. В общем, друзья, только что увидели, как ребята убегали. На самом деле у них был немного другой флаг, теперь они с русским. Это хорошо. Так нас встречают на Килиманджаро. Ну, неприятный стиль, а? Ну, круто же. Смотри, какая история классная. То есть мы, когда поднимемся, если нам повезет, то мы впишем сюда свои имена. И нам дадут что? Нам дадут сертификат о восхождении. Сертификат о восхождении. Ага, тут все официально. Это маршрут Умвы. Так. Самый сложный маршрут из всех, которые есть на Килиманджаро. Мы идем по нему. Идем по нему. Естественно, у нас опыт и все-таки вторую вершину. Мы должны взять уверенно по самому сложному маршруту. Ксота первого лагеря в дереве 900. То есть мы сегодня, в первый день набираем 1200 метров. Диман, после того, как ты слышишь, что самый сложный маршрут, какое состояние у тебя, брат? Волнение есть, присутствует? Фантомная тошнота приходит. Фантомная тошнота. Леха, я каждый раз удивляюсь, как ты можешь меня уговорить. Причем до последнего момента думаю, ну может что-то со мной случится, ну может заболею, может какую-то причину найду отмазаться. Нет, Джон, нет, Джон, находит в себе какие-то слова, чтобы меня взять и затащить на эту гору. Очень голова, кажется. Жестко? Да, уже все, уже очень. 20 килограмм. 20. 20. 20. 2-0. Да, 2-0. Короче, нужен, чтобы баул весил 20 килограмм. А он весит... Окей. Сори, сори, сори. Что, шикарно? А как у тебя подшли? А с как у тебя гни? Проверяют все, чтобы главное не больше 20 килограмм. Нет, то есть мы каждую, короче, портеру, мы просто можем в другом дать портеру, но в одном покажении нужно будет больше 20. О, есть конгруциэлэйшн? Ура! Считаны минуты нам остались, чтобы отправиться в этот путь. Как вы видите, по плану на пятый день мы должны оказаться на вершине, где должен оказаться вот этот крутейший флаг. Ребят, поддержка очень нужна, потому что так высоко мы еще не забирались, и флаг лига не был так высоко. Напомню вам, Килиманджаро 5 895. Нервничаем очень сильно, но будем стараться изо всех сил. Очень большая ответственность на мне поднять флаг лиги на вершине, ну и, конечно же, продолжить нашу невероятную историю с экспедициями на все вершины всех континентов. Это вот у меня, честно, когда я это говорю, просто душа, просто вот столько эмоций, столько энергии сразу, что хочется прям, чтобы все получилось. И не облажаться перед своими подписчиками. Оставайтесь, идите, идите, извините. Чтобы вы понимали, мы без 10.5 вышли на маршрут. Без 10.5, самое позднее начало, которое я только могу убить. Иван, а это норм, что дикие вот звери прямо тут? Смотри, какие красивые. Я таких только видел в этом, в зоопарке. В первый день программы нас ждут джунгли, да, то есть тропа с каждыми 100 метров будет уменьшаться. В первый день наш километраж, ну, по картам, да, 11 километров заявлено, но по факту там 9.5. Возвращение в Канзане, одно из самых опасных животных, это черный мамба. Реально. Да, это змея и процент выживаемости 0. 0, то есть если кусает, то все? Убираешь, да. Кайф. Что еще есть? В тот раз мы ходили по тропе, у нас участника, мы кусали клещ. Два клеща. Клещ? Клещ. Они являются переносчиками, то есть все, что угодно. Да. Ага. Джунгли действительно очень пугают, потому что я первый раз оказался в таких джунглях диких в Танзании. И он еще сказал, что здесь есть черная мамба, здесь есть различного вида клещи. Здесь на самом деле нам предстоит бороться со многими природными факторами, не только высоты. Одно можно сразу сказать, что пока это самое красивое восхождение. Сколько он несет? 20 килограмм, да, ведь? Сверху у него наш вес, а потом он еще свой несет. То есть у него 20 килограмм на голове, а сзади еще свои вещи. Выглядит круче, чем в Непале. В Непале шерпу не несет на голове. Стилы явно круче. Дима, коротко, первые 3 километра как. Кепочку уже тут подснял. Дышишь, задышал? Да, задышал, так как хотел. Ну, это еще фигня. Угол наклон становится выше. Жестче. У всех уже не так радостно идет темп. Сколько мы там, трешку прошли? Сколько? 2,6. 2,6? Темп вообще отличный, Иван. Еще чуть-чуть, и мы просто здесь откинемся. Хочется очень подняться на эту гору, потому что мы пролетели около 13 часов на самолете. Пройдем 5 дней, чтобы ради одного подняться на вершину Африки. Я просто боюсь представить, что будет дальше на следующих высотах. Не, ну типа вот, наклон вот, прям жесткий вот. Нога прям, не, ну наклон. Что-то ни на Эвересте, ни на Эльбруссе нигде такого не было. Что прям сразу. Не, на! Поздравляю. Пошли уже 4 километра. Хороший темп. Мы быстро набираем высоту и часы. Даже помещают о stormy. Давление меняется. А я хочу сказать, что мы на 1 977 метров над уровнем моря. Уже почти 2 тысячи метров. Почему никто не снимал так круто восхождение на Килиманджаро? Ты посмотри, какая красота. Вот каждый раз, когда мы только начинаем путь, сначала настроение очень такое классное. Чем выше мы идем, тем выше мы приближаемся к нашей цели. Тем больше ответственность усиливается, потому что любой фактор, маленький даже, который, ну может быть ты даже не обратишь на него внимание, может повлиять на то, что не поможет тебе дойти до вершины. Я хочу сказать, мы машины, потому что первый привал 6 километров. 6,2. Очень много воды потерял я. Нифига, у меня кепка. Ты видел? Она вся мокрая. Ты гонишь, чтобы вот эта вот кепка. Здесь же влажность тоже влияет на хор. А у тебя как вспотел? Тоже весь мокрый. Ну да. Офигеть. Килиманджаро не является из списка 7 вершин самой опасной горой. Она является такой, скажем так, начальной горой. Но, тем не менее, более 30% людей не доходит до вершин. Это говорит о том, что, ну, гора непростая. Первый вид такого не было. То есть тут просто каждый день все жестче. Так темнеет. Иван, не успеваем, да? Не успеваем в лагерь, да. Поэтому мы надеваем налобные фонарики. Остаться в джунглях с налобными фонариками это мечта. Нет, точно убрал. Просто дофигища вот этих вот, знаешь, кармашков. Я в них путаюсь. Так, ладно, фонарик где-то есть. Двигаемся. Высота 2 300. Осталось сколько? 500 метров. 500 метров. 500 метров вверх. Ночью джунгли прямо ожили. Все шумит, урчит. И я так ни разу, ну, не ходил в джунглях, чтобы ночью. Ну, как ночью? Время-то... Время 7.15, но уже темно. И будет становиться все темнее и темнее. Мы просто решили сейчас проэкспериментировать, что будет, если выключить все фонари. Давайте. 5, 4, 3, 2, 1, выключаем все фонари. Все, то есть можно прямо умереть, да? Ничего не видно? Да, ноль полный. Ноль, полный ноль. В джунглях, если вы забыли фонари, как я, то вы умрете. Все, красота есть. 2850. Это Омбэ Кэмп. Цель на сегодня выполнена. Поздравляю вас, молодой люди. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Первый день набор высоты составил 1200 метров. Это больше тысячи, ну, как бы. Это немало для альпинизма. Легендарная куртка на месте. Жаль, легенда. Ёлки-палки, что написано? Легендарная. Сразу сейчас будет тепло. Обзор палатки, в которой мы будем с Диманом спать 5 дней. Сразу приготовьтесь нам завидовать, потому что это самая уютная палатка в моей жизни. Так, здесь баул. Так как я играю в хоккей, мы всегда таскаем баул. Ну, реально, ну ты заценил? Просто это лучшая палатка. Мы сейчас идем ужинать, потому что у нас все полевая кухня. Мы ночуем в палатках. В общем, наше восхождение будет максимально спартанским. Но атмосфера, ну, это что-то с чем-то. Просто оцените от 0 до 10 вот это вот, ну, где мы будем спать. Вкусно. Вкусно? Реально вкусно. Спасибо большое. Нереальный. О, что в нос бьет, да? Да, жестко. Так, здесь у нас будет, мы спать, спальнички. Рюкзачок мой будет как подушка. Здесь у нас уголок подзарядки. Завтра мы вам покажем, как мы будем заряжать батареи, потому что пауэрбэнги, естественно, 5 дней не выдержат. Это тоже будет максимально новый экспириенс. Такого мы нигде еще не делали. Все, мы восстанавливаться. Завтра увидимся. Завтра будет второй день восхождения. Все, спокойной ночи. Опа. Доброе утро, страна. Мне спалось супер, но я чувствую, что я немного опух. 8.37 утра, сейчас завтрак. И будем отправляться дальше идти. Блин, мне кажется, как будто у меня глаз опух. Я тут укусил, да? Смотри, глаз. Да, да, да. Подбитый. Доброе утро. Доброе утро. Отлично. Если бы не глаз подбитый, все, вон. Ну, как себя чувствуешь в состоянии? Хорошо. В горах. Ну, вот единственное, видишь, меня укусил кто-то. Да, все. Глаз. Видишь? Не кусил. Ну, реально, еще нигде в горах меня не кусали. Син, что это такое? Это каша, ну, как это назвать? Удиоулези. Удиоулези, окей. Это ваша национальная, да, Танзанская? Окей. Вчера рассказывали про то, что здесь, ну, как видите, потому как мы живем в палатках и питаемся в полевых условиях, зарядить все наши батарейки невозможно, а контент нужно. Чуваки, Дима купил солнечную батарею. Подожди, вот так раскладываем, правильно? Да. Вот сюда подключаем, правильно? Да. И сюда, да? Вот солнце есть, да? И вставляем. Вставляем. Взаряжает. Офигеть. Все, контент спасен. Проверим после того, как дойдем до следующего лагеря, насколько зарядился наш пауэрбенд, насколько работает эта история в джунглях. Сегодня мы идем 4,5 километра. 4,5. Это, кстати говоря, по сравнению, что вчера было 9, это ерунда. Ну да, в два раза меньше. И набора 1 километр. Второй день нас ждет набор ровно 1000 метров от джунгля, уходит позади. Нас ждет уже такая зона тундры, мох, карликовые деревья и все больше и больше камней. Второй день начинается. Все живы, все здоровы. Иван, все хорошо, да? В бой! Ну он не врал, что сегодня будет набор очень резкий. Вот такие ступенечки на второй день. Первый день такого не было. То есть тут просто каждый день все жестче, жестче. Так, идешь-идешь в джунглях, да? Потом смотришь, смотри, как мы уже высоко. Ну почти 3000 уже. Это просто путешествие и сказки. Добро пожаловать в самый красивый ролик. Начинается реальный подъем. Давай, Диман, ты первый. Ох, елки-палки. Он почти вертикальный. Тепп у нас сегодня медленнее. Видно, что все дышат глубоко. В смысле маршрут немного посложнее, нет? Маршрут, не маршрут. Чуть-чуть. Другие вещи своими именами. Чуть-чуть посложнее стало. Проверяем нашу теорию по поводу солнечной батареи. Солнца нет, на сколько зарядились? Когда мы уходили из лагеря, было 21% у Powerbank. Сколько сейчас? Сейчас 23. 2%? Вязко, братан. Да какое много 2%? Для Powerbank. Будем надеяться, что солнце выйдет, и мы сможем нормально зарядить свои Powerbank. Пока не работает. Это самое сложное. Ну, и то же самое, они сказали, что много людей умерли здесь. Умерли здесь. Да, поэтому много... Это сложная города. Да, это очень сложная города. И то же самое. Много, много людей боюсь я. Даже после питья воды дыхания не хватает. Я в прошлый раз делал ошибки, не пил, и у меня начинала голова болеть практически сразу. Сейчас я купил вот такой камелбэк. Система стоит в сумке, и в принципе удобно ходу пить. Единственное, что когда идешь, на время идти и пить очень трудновато. Задыхаешься. Тут самое главное для меня плюс, что нет снега вначале. Потому что Эльбрус меня встретил снегом, и это сделал для меня большую проблему. Я задохнулся, я вылазил из этого стекла. На маршруте мы встретили вот такие носилки. Они разбросаны по всему маршруту, да? Да, их оставляют. Единственное, что может спасти жизнь. Вот это единственная вещь, да? Такие носилки. Да, и правые напарники, которые смогут тебя спустить. Которые скажут, ну ладно, бро, мы тебя спасем. Килиманджаро это настоящее чудо света. Такого живописного маршрута я не видел нигде. Джунгли, скалы, какие-то ответственные стены. Килиманджаро меня так удивляет. И то, что в интернете пишут, что Килиманджаро это простой маршрут. Нет, просто посмотрите этот ролик. Это вообще непростая гора. Если за четвертый день возьмем 5,895, это вообще рекорд наш личный. Я думаю, что я сейчас пойду в хоспитал. То есть, уваку стало плохо, да? Голова болит, что у него болит? Слушай, а он до вершины дошел? Нет, это. Накрыло. Поэтому нормально идет для спустя. Самый ключевой фактор опасности, это высота. Потому что какой бы мы маршрут бы не выбрали, практически на каждом маршруте мы довольно быстро набираем высоту. И, соответственно, люди впервые, многие приезжают в горы, делают такой набор высоты, и их просто потом на носилках спускают вниз. Вот сегодня мы, только сегодня мы увидели трех не туристов, а трех африканцев, которые заболели, которым стало плохо, и они еле-еле спускались вниз. Немножко пугает то, что уже людей начинают спускать, да, Иван? Получается, это то, что про горную болезнь. 50% людей не поднимается. Ну, 30-50. Простуда, да, и высота. И высота, окей. Да, все сгорело тут, просто все сгорело. Как жалко природу. Просто какой-то чувак бросил сигарету. Я всегда говорил, сигарета, это реально фу. Блин, прикинь, сколько просто умерло природы. Почему никто не снимал так круто восхождение на Килиманджаро? Ты посмотри, какая красота. Это просто путешествие и сказка. Добро пожаловать в самый красивый ролик. Не могу поверить, что сегодня утром еще были джунгли, да? А сейчас все, деревьев нет, туман. Дальше только Марс уже. Жесткий Килиманджаро. Нам еще далеко идти. У нас сейчас высота 3,500, ну, 3,600. Осталось набора 300 метров. 300 метров, и на сегодня план выполнен. Сейчас 3,600 метров. Выше поднимаемся, похолоднее становимся. Становимся. То холодно, то жарко, честно. Я не на одной горе так не чувствую, чтобы то раздеться, то одеться. Очень непредсказуемый климат. Здесь, правда, очень холодно. Я не верил, что в Танзании может быть холодно, но вот как только мы поднимаемся в разные лагеря, я не представляю, как будет действительно там вот, где ледник стоит на Килиманджаро, насколько там промозгло будет. Надеюсь, теплая одежда нас спасет, и вся команда, вся команда, тот же Дима обязательно должен подняться на вершину, чтобы мы вместе все отпразднули эту высоту. Начинает голова кружиться? Жестко. Жестко? Да, уже все, уже очень больно. 3,750, давай, брат, надо идти. До лагеря надо идти, там отдохнешь. Да, высота так нормально чувствуется, высота огонь. Ну вот, можно уже таблетки пить? Сейчас зайдем. Еще раз, да? Да, вон, что уже лагеря. Первая высота на маршруте, где уже есть риск того, что самочувствие будет ухудшаться, это кемп номер 2, баранка, высота 3,900. В данной точке есть риски, что кого-то перекроют. Ну что, мы близки к успеху. Второй лагерь. Второй лагерь сейчас поведнеется из-за этого густого тумана, где уже мы разместимся всей командой. Вымодернитесь. Ребята, наш лагерь, как я рад видеть наш лагерь. Это уютник, да? Просто мега круто. Дима, поздравляю. Поздравляю. 3,900, 3,900. Дима, ты как, брат? Сначала. Сначала, да? Брат, держись, держись, брат. У тебя все болеют. Сейчас ролик смотрят все и думают, Дима, Дима. Я обычно за кадром, и эмоции, которые идут от подписчиков, обычно идут на людей, которые в кадре. А тут случилось так, что я попал в кадр, и мне досталось немножечко. Мне очень приятно, что люди меня поддерживают, люди переживают, им интересно, что происходит со мной. И мне тоже интересно передать свой опыт и показать, что не все так просто. Слушай, ну вот солнца не было, но смотрите, ребят, две палочки. Зарядилось. То есть это получается, если она 20,000 миллиампер, то есть каждая по 5,000. То бишь, ты уже на 2 айфона зарядил. На 2 айфона заряжен. Холодает сильно очень. Я в куртке сижу. И менее жарко. Это рис. Это рис. Хочется ездить? Пока нет. Реально? Те не хочется есть? Нет. Горняшка пешит. Что, горняшка? А сяомян за хули. Те не хочется есть? Нет. Че гонишь? Рис просто как самое вкусное, что может быть. Когда мы планировали маршруты, рассматривали разные варианты восхождения. Здесь порядка как минимум 6 маршрутов. Учитывая техническое задание, которое получил от Алексея, оно было следующее. Нужен трэш, нужно, чтобы было мало людей, то есть дикие условия максимальные. Конечно же, это маршрут Умве. Сегодня мы не встретили ни одну группу на маршруте. Шли один весь день. Вчера мы весь день шли одни. Соответственно, ну и крутой маршруточек. Крайне крутой. Сегодня угол был местами 80 градусов. Можно было практически хвататься за корни деревьев и лезти вверх. Прошло вот чуть-чуть совсем времени. Сейчас 21 час. Очень жесткий холод опустился. И это всего высота 3 900. Я просто боюсь представить, что будет дальше на следующих высотах. сейчас у нас ужин. Пойдем посмотрим, что мы будем есть сегодня на ужин. Надо попить, если суп, уже другой, называется пампи. Пробуем. Слушай, вкус до боли знакомый, но что это неплохо? Коронятно. Да? Я одно могу сказать, на 3 900, все вкусное. Как же холодно. Бро, сколько, как ты думаешь, градусов сейчас? Сколько? Иван говорит, минус 5. Завтра увидимся. Я надеюсь, что у нас не будут реально вот гололицы вот такие, потому что 3 900 действительно уже тяжело. Все, ложимся спать. До завтра. Завтра у нас третий день. Высота Эльбруса 5 642 метра, а Килиманджаро на 253 метра выше и его высота 5 895 метров. Килиманджаро настолько гигантская вершина, что ее можно увидеть с космоса, с борта МКС. В такие моменты я понимаю, что белка и стрелка, первый полет в космос и даже Луна это все реальность, которую сделали люди в наше время, которые, как и мы, не знали преград на пути к мечте. Это огромная гордость. И, кстати, вчера в День космонавтики наши ребята поздравили всех россиян с праздником именно с борта МКС, а мы поздравляем их отсюда, с Земли. Нереальная мотивация добраться до вершины, ведь кто знает, может в этот момент именно меня увидят с космоса. Я безумно рад, что мы живем в такое время, где реальность граничит с чудесами. Вершина Килиманджаро настоящее чудо, потому что это единственное место, где есть снег в Африке, но за последние сто лет он растаял уже на 88%. Посмотрим, удастся ли нам лично увидеть это чудо. итак, начинается третий день. Димка размазанный. Как ты, брат? Вот так. Ничего, нормально? Обжопухшие лица у нас. 3900, сейчас будем завтракать и выдвигаться. Солнце сегодня вышло, мы с самого утра поставили солнечные батареи, чтобы хоть как-то зарядить наши пауэрбэнги, потому что пока электроэнергии вообще не хватает. Оставьте нам лайк, пожалуйста. Мы на 300 метров еще поднимаем, сегодня будет 4200. Все, сейчас будем завтракать. Третий день у нас небольшой набор высоты, всего 300 метров, это необходимо для более, хотя бы в этот день, более плавной эклимпризации. У нас сегодня получается проход, завтра рано встаем и уже все, послезавтра штурмим. А как нам нужно встать пораньше, чтобы нас солнце склонено? Вечером. День икс приближается, всегда стрёмно, всегда. Волнение, да? Ну, конечно, но у меня, я всегда болен. Вот это вот история, да, что Килиманджаро очень простая игра, хоп, и людей с вертолетом забирают. Все, начинаем наш путь к третьему лагерю. Третий день, вот нам надо эту стену преодолеть, да? Да, сегодня нужно пройти в стену, ну, она, кажется вертикальной. Кажется нереальной, давай так. Но мы с вами будем прям карабкаться по камушкам. То есть, грубо говоря, проходим эту стену и отдых, да, у нас? Потом будет отдых и спуск вниз. Дальше у нас останется последний лагерь, где, грубо говоря, уже все день икс очень скоро. Нас ждет большая крутая стена. Когда путешественник смотрит со стороны, ему кажется, ну, нереально пройти, но это только кажется, мы к ней подойдем, и там есть очень тонкая, интересная тропа, по которой мы сможем зайти. Да, реально, отсюда кажется, как будто бы мы не преодолеем, да? Но нам нужно обязательно ее преодолеть. Very hard, bro. Yes. Мы переодеваемся сейчас. То, что он прав был, жарко сразу становится на этой стене. На Килиманджаро есть такая особенность, что большая разница температур. Грубо говоря, внизу саванна, плюс 30-35, гуляют львы, и буквально там за пару часов мы начинаем набирать высоту, и уже на вершине Килиманджаро находится снег. Уклон очень жесткий, сильный прям. Иван говорил, путь такой, несложный, да? вообще фигня. И сразу наверх, да? Окей, гол. Таких маршрутов у меня еще не было, конечно же. Там обрыв, ица. Это очень опасно. Да, ты ходишь, и ты пиваешь. Из радостных новостей мы почти закончили эту стену. Посмотрите, как мы высоко поднялись. Иван, быстро, про ритм. Ну? Мы неплохо идем? Темп хороший. Темп хороший. Вчера был плохой, да? Вчера мы... Да, команда... Ты как, брат? Нас минус один. Нас минус один не идет, так? Что, брат? Когда я вот так присаживаюсь, что? Что-то происходит с мышцами, и... Когда я встаю, иди... Меня пугает твой настрой улыбчивый. Ты слишком много улыбаешься, Дим. Ты вообще какой-то реально горняшка, да, Иван? Да, уже. Ну реально. Эйфория у Димы. Эйфория какая. Раньше, когда я поднимался, у меня все было просто. и с набором эсты становилось сложнее. Сегодня все наоборот случилось. Вчера я помирал, а сегодня у меня все отлично. Даже улыбаюсь. Я надеюсь, вы кайфуете от того, что вы видите на экранах телефонов, компьютерах. Реально самый крутейший маршрут, который я видел в горах. Это Килиманджаро. осталось совсем чуть-чуть. Вон на горизонте заканчивается эта жесткая стена. На сегодня это самая главная была задача. Все, это финал. Крутой подъем прошли. Есть. Должен новый спуск. Есть. Дим, поздравляю. Есть. Крутой. Подъем есть. Высота. Гид, ставь. 4200. 4200. Дим, как ты на 4200? Норм? Подозревательно хорошо. Я чувствую, что у меня уже появился опыт восхождения на агры. Я начал правильно комплектовать сумку. Я начал правильно собирать одежду. Я начал правильно понимать, что будет потом, если что-то пошло уже не так. Наперед уже вижу, что надо исправить, чтобы все было хорошо. Начинаем спускаться с этой стены, которая была самая сложная. Иван, это лава, то есть она вылетала такими шарами из того самого Кибо, куда мы идем на самое решение. Ну что, третий кэмп. Каранга кэмп. Третий, бро. Почти дошли. Потому у тебя часа... Еб. Ты не снимал, жаль? Ну, конечно, да. Реально? Да. Такие супермены. Идем и на тебе. Я был на Эльбрусе, и я был на Колопотаре, которая гора находится рядом с Эверестом. И могу сказать, что пока это самое сложное восхождение. Здесь есть и скалолазание. Здесь действительно высокая высота, то есть высокий подъем, очень резкие подъемы. У нас каждый день набор высоты очень жесткий. Здесь самое главное, чтобы нас и кого-то из команды не накрыла горняшка. Все мы болеем за Диму. И, ребят, я не знаю, мы такой контент делаем, что просто очень, пожалуйста, вот хочется слова поддержки сейчас. Как это произошло? Слышь, как это? Дима, как будто в камере. На, Дима. Бро, а вот эти комментарии, это подпорка. Держится чисто. Дима, не падай! Мне очень приятно, что люди меня поддерживают, люди переживают, им интересно, что происходит со мной. Смотрите, сколько групп мы догнали. Вон они. Эти все группы вышли минимум на полтора часа раньше. На самом деле, у меня шок, и мне безумно приятно, что мы действительно на таком опыте, в такой форме, что мы действительно догоняем многие иностранные группы. Это не может не радовать. Это действительно, мы можем рассчитывать на успех и поднимемся на 5 895. Понятное дело, что вы уже этот ролик смотрите, мы уже либо поднялись, либо не поднялись на вершину, но безумно будет приятно почитать, как вы нас поддерживаете, переживаете с нами, когда мы идем на вот эту вот самую высокую точку Африки. Действительно, это круто звучит. Это не пафосно, это круто звучит. Я надеюсь, вы с нами и вам нравится, что мы делаем. Осталось совсем чуть-чуть. Вот это, уруху, ухуру, то есть. Пошли к нам в лагерь. Ребята, третий день, третий лагерь. Мы топчик, мы молодцы. Реально, состояние хорошее, да? Так, еда. Есен, что у нас сегодня? Это чипс и рыба. Чипс? Это картошка. Это картошка, да. Есен, какой самый большой минус, при котором ты находился? Минус пять? Ну, это Климанджаро, а в России же был. А минус пятьдесят семь хочешь? Да, кто же сам охотит? Короче, ребят, ставишь лайк, и мы берем Есимоновых чекотков. А где у меня? На самом деле, очень сильно переживаю, потому что сегодня последний у нас лагерь, такой будет значевка. Завтра мы уже сразу идем в штурмовой лагерь, не отдыхая, в ночь выходим на штурм. Такие моменты, я ничего не могу своего поделать. Вроде бы уже Эльбрус мы брали, Калапатар выше Эльбруса, тоже мы восходили на вершину. Но вот каждый раз вот этот самый момент ответственности, когда ты, ну, действительно, либо взойдешь, либо не взойдешь, либо получится, либо не получится. Сил очень много, но вот как поведет себя организм на высоте, от этого я очень нервничаю. Кельманджаро на самом деле меня очень сильно пугает, потому что высота очень высокая. Я помню, как сложно мне давались те самые метры на финальные метры на вершине Эльбрусе здесь еще выше. Столько летели, столько шли сюда. Вот только семь часов нас разделяет от успеха дойти туда. Полностью закрылся за все три дня, что мы здесь находимся ни разу. Кельманджаро нам не показалось. Это первая гора, которая вообще не любит показываться на камеру. Погода не очень, что нас не очень сильно радует. Туман постоянный, не жарко, но мы все-таки должны сегодня заснять Кельманджаро. Мы будем стоять здесь до такого момента, пока он реально вот этот туман не рассеется, его величество, самая высокая точка Африки не покажется перед нами, не покажет свою красоту. Ну, нельзя же идти на гору, когда ты ее не видел даже, даже не представляешь, как она выглядит. Леха, тут такая ситуация, что я, если честно, до сих пор не верю, что я туда поднимусь. Не потому, что я боюсь, а потому, что я на нее даже посмотреть не могу, ее даже не видно. Она в тумане. Она в тумане. И мне даже сложно представить, кто будет. Я знаю, что там будет снег, это снега я больше всего боюсь. Так, ну шо? Вот он. Офигеть он высокий, да? Все в тумане, туман рассеивается. Вот теперь мы понимаем, куда нам идти. Мы видим Кельманджаро его величество, мы с ним познакомились. Хоть как-то глазами встретились. Это что-то новенькое? Это патетто суп. Первый раз патетто суп, это картофельный суп. Да, отлично. Так, все. Последняя ночь в лагере. Сегодня холод дикий просто. Завтра мы в 6 утра встаем, с собой попасть в базу лагеря. Днем мы немного установимся, и уже ночью, завтра уже ночью, мы уже начинаем штурм горы Кельманджаро. Ох, держите за нас кулаки. А сегодня устанавливаемся, спим. Холод собачий просто. Да ладно, да. Да холодно. Надо не раскатывать. Иван, холодно. Сколько же от градусов, Иван? Да, конечно. Доброе утро. 6.36. Диман. О, good morning. Слушай, там красота какая-то. Вставать, короче. Надо вставать, одеваться издаем. Садская красота, наш лагерь. И вот он, куда нам сегодня нужно будет ночью забраться. Все, день X начался. Сейчас мы завтракаем, идем в базовый лагерь. После этого немножко отдыхаем, и в ночь уже выходим на вершину. Ну что, сегодня день X. Мы выходим в лагерь Барафу. Это штурмовой лагерь. 104.600. Довольно. И уже сегодня ночью выходим на штурм Килиманджаро. Килиманджаро, на самой своей точке. То есть сегодня все уже, обратно дороги нет. Ночь хардкор. Сколько мы сегодня часов проведем в пути? Ну сейчас мы проведем 3 часа, а уже на штурм, в общем, в общей сложности еще завтра, ну, часов 15. Ты врешь, 3.7.10. Ну, до вершины. Не спуститься еще. Не, ну, давай так, 3.7 до вершины 10. Все, полетели, все, это досталось. Знаешь, вот эти вот ночевки в палатках, все, теперь мясище начинается. Погнали. Четвертый день мы доходим до высоты 4.600 метров. Это уже наш штурмовой лагерь. То есть лагерь, ну, или базовым можем его назвать. Лагерь, откуда мы будем выходить на уже штурм в вершины Килиманджаро. Моста будет 4.600. Мы буквально там, ну, пробудем до ночи, да, немного отдохнем и ночью выходим на вершину. Килиманджаро первый раз без облачков. Познакомился с нами. Видимо, рад. Ну, а то могу сказать, что мы действительно вот за 1 час при Киеве такой путь проходим. Вон там, в далеке, наш лагерь, где мы спали. Ладно, идем в штурмовый лагерь. Сегодня у нас реально очень сложная задача. Вот наш маршрут на штурм пролегает по вон тому гребню. То есть вот по тому гребню мы должны дойти до вершины, да? Видно, что далеко и близко. Ну, конечно, это самая высокая точка Абрики. Было бы странно, если было бы близко. Догнали многие группы, да? Смотри, какая красота. Это один из самых сложных красивых фашудов. Тяжело с нами отсечь. Привет! Австралия? Австралия? Кул! Кинь, они из Австралии. Офигеть! На Килиманджаро люди идут со всего мира. Мы выше облаков! Канал, который ты смотришь, достигает нереального уровня. Пожалуйста, подпишись на него. Реально, мы делаем очень крутой контент. И вы для нас большая мотивация. Серьезно, чем больше подписчиков, тем мы, я не знаю, в следующий в космос, наверное, отправимся. Но вы видите вот такую уникальность только здесь. Мы выше облаков! Это кайф! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько нас? Четыре... Может, четыре-пятьсот? Четыре-пятьсот, правда. Девы держат камеру. С четыре с половиной тысячи метров от моря. Из города болезни. Да, тут она популярна, но я как бы ее пережил, и я ее знаю. Я знаю, что может быть. Я прекрасно могу рассчитать время до того, как, скажем так, у меня еще будут силы куда-то идти. Могу рассчитать таблетки, я могу рассчитать остаток печени на эти таблетки. Иван, можно уже таблетки пить? Четыре дадим? Еще надо? Довольно. Потому что уже головы болит. Так вы все доверяли горняшку, да, Иван? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще вчера было все полный ок. Сегодня мы, ну, мы уже пришли в штормовой лагерь, и сразу чувствуется голова. Горам. Как длинный с ним готов. Я надеюсь, мы успеем восстановиться. На сегодняшний день и нечего. Пойдем на штуру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, самое главное, подожди, пора к Кэмп 4673. Это уже очень высоко. Диман чувствует себя норм. Кулачки. Мужики, кулачки. Диманчик, кулачки. Реально, красавчики. У нас осталось Урухубик. Все, финально осталось. Пять километров вверх. Семь часов. Нам нужно подняться, грубо говоря, на 1100, да, ну, 1200, да? Голова-то чувствуется уже, да? Вот 4700 уже приплыли. Каждое движение боль уже. Ты не был на вершине Килиманджаро? Да. Не был. Ты пойдешь? Не подумай. В смысле подумай? Ты точно идешь? Ты точно идешь? Сдался? Я с ним сдался? Да? Ты сдался? Все болеют за тебя. Ты что, Дима, не сдался? Только не говори, что ты не пойдешь наверх. Да, значит. Ну что? Иван, твой ход. У нас к тебе должно дойти. Я прочитал очень много информации про Килиманджаро, что здесь очень сильно развивается горная болезнь, людям плохо, и очень многие не доходят до конца. Если вдруг, по мне кажется, что я очень такой веселый, позитивный на этой горе, на самом деле, это такая небольшая истерика, потому что внутри меня человек, который очень боится этой горы. Нас минус один. Е7 не идет, так? Мы просто хотим это услышать, Е7. Не, я подумаю. 4 минуты человека тебя увидит. Пойдем. Ты как? Ты как ты не пойдешь? Ну, я просто боюсь. Я не знаю, как. Боишься? Так себе бы страшно. Тиман тоже. Это вообще парень. Мы боимся, но пойдем. Пойду. Так, мы пойдем. Да. Хорошо? Пойдем все. Да, конечно. Ура! Это просто сейчас, я говорю. Это разделька уже. Бак, да, вот. Боец, ну как ты? Мне воздуха не хватает. 4600 метров, выше чуть-чуть. Осталось 1200 на борту наверху, бро. Конечно, тяжело. Тут только самое лучшее. Высота, самая высокая точка, а веке так просто не покоряется. Потому что настолько тяжело, что я в предложение не могу, слова в предложение в высоту. Ну что, плохо? Что плохого? Что случилось? Я просто не могу ничего делать. Я карман открыт, но не получается. Реально, состояние вот как... Не передать словами, как только ты оказываешься на вот такой серьезной высоте, ты реально тупеешь, у тебя медленные движения, все сложно, и то, что ты обычно делал в жизни с легкостью, здесь ты просто думаешь над каждым словом, над каждым движением. Очень сложно. На самом деле, я часто думаю про Диму, и понятно, что стараюсь контролировать его состояние. Данный маршрут, он сложнее, чем был, чем Непал, и сложнее Эльбруса по набору высоты. Друзья, связь ловит, человек с их пизанью. Еле-еле связь тут ловит. Ну давай! Ксюх! Ксюша! Да-да-да, я слышу тебя. Ты как? Мы, короче, на 4675 сейчас волнуемся. Сегодня уже штурм. Я желаю вам удачи. Как тебя чувствуешь? Нормально, я чувствую. Обними Миланик обязательно, и я вас люблю очень. Пойдем смотреть, что едят альпинисты, которые собираются на восхождение. Господа хорошие, что мы едим перед восхождением? Так, ну... Новый суп. Новый суп. Как называется, как называется? Это fresh vegetable. Fresh vegetable. Что переводится на русский, свежие овощи. Идёй, идёй. Good. Бро. Фантастик. Чуваки, ну такого подъема никогда в жизни не было, чтобы мы... Сегодня четвертый день. Если мы за четвертый день возьмем 5895, то вообще рекорд наш личный. Все это поможет нам максимально дать энергии, чтобы мы дошли до конца. Через 6 часов штурм. Все. Димка, давай. Мне нравится, что все на позитиве, все настроены там и дальше. В общем, все. Нам сейчас главное восстановиться, отдохнуть, выспаться, полежать, потому что через часов 10 начнется восхождение штурм, горы Килиманджаро. Мы столько летели, столько шли сюда. И вот только 7 часов нас разделяет от успеха дойти туда, подняться на машину. Ладно, все, восстанавливаемся. Плохие мысли выбрасываем. Спокойненько. Терпим. Мы потом с полной сил идем наверх. Восхождение на вершину занимает штурмового лагеря, в среднем группы идут 7 часов. Там ближе, как мы будем к вершине, мы увидим снег и надеюсь, не будет ветра, потому что ветра на Килиманджар бывают сильные. Я очень хочу оказаться на вершине Килиманджаро. Я единственный, за что переживаю, что там будет все в тумане. Так как я не забрался на Эльбрус, а так как Эльбрус была самая высочайшая точка обозрения вокруг всех гор, а сейчас я просто хочу забраться на самый верх и увидеть всю Африку, просто вот так, чтобы она была и никого больше выше меня. Что, все. Момент Икс 0.12. Ровно где-то в без 15-й час мы уже начнем штурм с самой высокой точки Африки. Волнуюсь просто капец. Вот этот момент, ну, конечно, в кадре видно, что мы просто вот шли-шли-шли через джунгли, горы, скалы. На самом деле мы проделали такой путь, и ради того вот этого момента. Сейчас нам всего надо прийти 5 километров и 1100-1200 набрать высоту. Самое главное, Диман, как ты себя чувствуешь, брат? Слушай, ну хорошо пока. Нормально? Ну так голову поболевает, так в целом. Ну, это твое нормальное состояние, да? У меня такое ощущение, что я вот в похмелье проснулся и ты не на работу попросил. Ну, как будто бы нас били очень долго. И потом в космос отправили. Состояние, ты согласен? Именно такое. Я думаю, Леха справится с маршрутом. У него хорошая физическая форма, он прекрасно переносит высоту. К тому пример Эльбрус. Не было проблем с горной болезнью, поэтому я за Леху не переживаю. Думаю, он справится. Последняя еда перед штурмом. Что, последняя, крайняя? Нет. Ну как? Последняя перед горой ничего не бывает. Ну хорошо. Крайняя. Заключительная еда перед штурмом. Сейчас мы тебе поможем зайти на встречающую шнапки. Не. А то сегодня не доходишь. Я уже был там. Ты не был 100 метров. Это 100 метров, это... Я, Сим, ты готов? Я готов. Я, Сим, ты готов. Я, Сим, ты готов. План следующий. Первый идет Иса. У него темп небольшой. За ним идет Леха. После Лехи идет Рома. После Ромы идет Дима. Потом Яси. И я замыкаю. Ребят, вот это вы парни-герои. Запомните, это Айронмен. Всем привет. Я, Сим, ты готов. У нас есть хайрил Мавзуби. Алэхи володу Али. Аминь. 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 С Богом! У-у-у, ребятушки! У-у-у-у-у-у-у-у-а! Плещаюшка! Летс го! Твоя следующая цель — это гора. Килиманджар. Все, мы вышли из лагеря, держись за нас. Теперь следующая остановка только вершина... Если получится, конечно, вершина Килиманджаро. Нереально на Килиманджаро дороги нет. На Эльбрус пришел, все понятно, скалы спасателей, скалы пустыков, дорога, здесь сижу Первый перевал весь из полей, мы идем 2 часа почти, мы идем 2 часа почти Высота у нас 4840, нам осталось 1 километр наверх Мне нравится, что все на позитиве, все настроены, там все дальше, Юан нас верит, это самое главное Все, идем дальше, залетим, залетим сейчас на вершину Тишина, нельзя так говорить перед горой, нельзя так говорить Не слететь можно А, залететь можно? Стошнит Стошнит, реально? Собираешься плевать, серьезно? Просто я подсниму Подожди, если хочешь, не стесняйся Да, если хочешь, не стесняйся Я думаю, что Юан может в последний момент, скажем так, включиться в мою ситуацию и начать мне помогать Потому что до этого я чувствую давление от него, чувствую, как он пытается форсировать события И это сильно сказывается на моем здоровье Что у нас там получается? 3 часа ночи, идем 2 часа Красота 2040 преодолена, рубеж 5000 Хочется очень подняться на эту гору, потому что мы пролетели около 13 часов на самолете Пройдем 5 дней, чтобы ради одного подняться на вершину Африки Кстати, у нас 5232, надеюсь, видно Поехали Идем ровно 3 часа Дима колоссально находится в зоне риска, но я думаю, что ему нужно просто больше времени для климатизации Но времени нету Поэтому действуем, как всегда, в режиме ограниченного времени Пока состояние удовлетворительное Не идеально, конечно, но дима тяжелая Боюсь в городе болезни Да, тут она популярна, но я как бы ее пережил Итак, 5 утра, высота 5400 Нам осталось всего 495 метров И вершина Африки будет наша Еще час по отъему крутого, потом уже по логике пятна Кто час продержится, тот донет вершину дальше Тот все, тот считай уже успех Честно говоря, она дала таких вот так, с локтя И ветер Ветер жесткий И угол наклона жесткий Но постоянно идешь, постоянно вверх, постоянно вверх, постоянно на бон Но мы сами будем прямо карабкаться по камушкам Уже рассвет Посмотрите, какая красота Как витация И зачем мы идем на эту вершину Просто посмотрите, нигде такого не было Мы выше облаков Посмотри Мы выше Но такая красота Это нереально Красиво, но сложно сюда дойти Все, что красиво, либо опасно, либо сложно Это самое сложное восхождение Осталось совсем чуть-чуть Чуть-чуть И мы будем на вершине Африки Осталось совсем чуть-чуть Мне кажется, следующая твоя цель Это покорение семи вершин в семи материку И умереть не жалко, да? Посмотри, как красиво, а? Это не может быть реальностью Пять тысяч семьсот пятьдесят шесть Это выше гора, чем мы были Пока что из этого списка Ты смог забраться только на Эльбрус Но твоя следующая цель Это гора Килимаджар Шок, да? Только здесь снег можно найти в Африке И мы это видим Чудо Вот там самая Главная точка наша Вон там До нее еще час Я очень уважаю эту гору Я пока представить не могу Как это вообще В Африке можно найти снег То есть в Африке Это самый теплый континент Казалось бы, да? С детства мы думаем Что здесь всегда солнце И пустыня Жара Но мы идем в то место Где очень холодно И самое главное Там есть снег Тебе нужно дойти до вершины Осталось сто метров Пошли, пошли Сто метров Ты не дошел до вершины? Ты не дошел? Ты не дошел? У нас минус один Тебе сил не идет Так? Ты пойдешь? Я подумаю В смысле подумать? Ты точно идешь? Ты точно идешь? Мы пойдем Да, хорошо? Пойдем все Ну да, конечно Одна команда Все пришли сюда А? Солнце завалим Сейчас солнце Солнце завалим И то же самое У меня нет сильных Мы везде не пойдем, брат Ты нам сколько помог Теперь мы тебе помогаем Погнали Все Балки в руки В общем, если Ясина сейчас не повернут вниз И придется его колоть Я прилетел 6,5 тысяч километров Чтоб там оказаться Я не сдамся, братан Пошли, отдохну Выдохни Не могу Ты можешь Ладно, Ясин, это твой выбор Давай Удачи Хороший спуск Удачи Блин, у меня всегда есть такой момент Только не пожалей потом Я знаю, это один час Один час Один час Один час поработать Один час Ладно Го Сапога До До Я знаю Иван, который вечно с нами Димка Оператор, который держит камеру Как бы ему плохо не было И я, Лешка Сталеров Африканцы ушли Так как может быть не обидно Один час Один час Даже если у меня сейчас кровь из носа пойдет Глаза нахрен вылезут на макушку Срун дойду этот час Если мы не восходим на Килиманджаро То речи о другой горе просто быть не может Зайти на 5,795 это уже очень высоко Все, мы видим ее Как далеко это было Сколько Вот она самая высокая точка Мы точно уже до нее дойдем Если у нас не получится взойти на Килиманджаро Это вторая высота из нашего плана Семи вершин Самых вершин Всех континентов То дальше смысла нет идти На Кунгуа, который находится в Аргентине Самая высокая точка Южной Америки В Антарктиде на самую высокую точку Нам тоже не будет иметь смысла Потому что Килиманджаро будет не взят Вы же не плачете? Да нет Да Да Вы же не плачете Я почему-то не знаю как это объяснить очень Вот когда какой-нибудь такой знаешь Ты доходишь до чего-нибудь такого Ну вот сколько боли Ну тяжело же было Ты доходишь вот на вершину победы Это самое крутое что может быть То есть вот эта цель которая не призрачная Не которая кому-то что-то нужно доказывать Ты все сам доказал Ну это наверное одно из самых тяжелых Опять же если брать Эльбруса Начало мы вообще на подъемниках поднимались Знаете Да вот Ну уже действительно остается чуть-чуть Сил прям уже нет Каждый раз задавайте вопрос Что вы? Да не сдавайтесь Идите Идите к своей цели Самое главное я зачту тебе Килиманджаро Если на вершине этой горы появится флаг лиги Ребят поддержка очень нужна Потому что так высоко мы еще не забирались И флаг лига не был так высоко И все на самый важный момент Флаг лиги развивается на второй вершине ребят 5 895 метров Мы сделали это Ты красавчик Ветер просто местище Мы находимся на Килиманджаро Самая высокая точка Африки Не могу поверить что мы решились на эту экспедицию Высота 5 895 метров Мы на Эльбрус то зашли с третьего раза Высота которого 5 642 Почему я ввел такое сравнение с Эльбрусом? Потому что Эльбрус это самая высокая точка Африки И считается одной из семи вершин Килиманджаро это наша вторая вершина Из семи самых высоких вершин всех континентов Благие все молодцы Ничего, что у нас четверо дошло и все Ничего страшного Пошли, отдохну, выдохни Ты можешь Но главный ты герой Дима дошел Дима дошел до сюда Ответился и вернулся все Красавчик Диман молодец Я каждый раз говорю, удивляюсь Как ты можешь меня уговорить Находить в себе какие-то слова Чтобы меня взять и затащить на эту гору Вы помните на Калапатаре брал для дочери камень? Это самая высокая точка Африки Не надо взять камешек для нее Вот этот камень передам ей Теперь мне уже два камня Этот будет с вершины Килиманджаро Сколько же мы потратили на восхождение на Килиманджаро? Мы потратили... Теперь мы узнаем сколько мы сбросили вес после того, как поднялись на Килиманджаро 88 килограмм 200 грамм Всего на 400 грамм мы похудели Но, может быть, это после перелета, потому что мы, может быть, отекли В общем, спасибо большое, что досмотрел этот ролик до конца Теперь точно все С тобой был Илег Сталеров, ну и пока!